Валера купил плакат Один из сюжетов передачи Орел и Решка Войдите Куча монет Куча антиквариата АК-47 Пришли на улицу еды Надо есть Я лично за семейные ценности Но что-то в этом есть Так получилось, что У нас представилась Возможность два дня Погулять по Сайгону, по Хашимину Так как мы из Москвы через Китай Летим на Фукуок День туда и день обратно В Хашимине мы уже были Перед пандемией И за этот отпуск, за эти два дня Мы посетим какие-то места Прогуляемся еще раз по городу И сейчас я вам покажу Что мы видели Где мы были Надеюсь, что вам будет интересно Заселились в отель У нас сутки есть в Хашимине Сайгоне И сейчас мы идем кататься на кораблике Причем пройдем через Антикорную улицу Я не знаю, насколько это интересно Но вы все это сейчас увидите Идем Наш путь пролегает через центр Вот это дворец независимости Именно здесь официально закончилась Вьетнамская война Когда танк северного коммунистического Вьетнама Протаранил входные ворота Ведь этот дворец был резиденцией Президента Южного Вьетнама И произошло что-то типа взятия Рейхстага Сейчас там музей По своей сути этот дворец Офисное здание С конференц-залом, кабинетами, банкетным залом И прочим Входной билет стоит 40 тысяч донг Примерно полтора доллара Мы туда не идем Ну, кому-то танки А девочкам цветы Наконец-то я добрался до Антибарной улицы Но, к сожалению, катастрофически мало времени Идем на кораблике кататься Последний кораблик отправляется в 3 часа Если мы на него опоздаем То про кораблики в эту поездку можно забыть ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я быстренько пробежался Очень интересно Куча монет Куча антиквариата Китайская, все такое восточная, азиатская Но, по мне, если сюда приходить То надо приходить на полдня Чтобы спокойно от лавки до лавки Может быть, даже что-то прикупить, как сувенир Хотя Ну, я как и специалист Подделку от оригинала отличу вряд ли Вот Но очень много интересных вещей Так, идем дальше Идем на кораблик Сейчас пару слов о том, что же это за кораблик На котором мы так стремимся прокатиться На самом деле это один из видов городского транспорта Выражаясь привычным языком водный трамвайчик Следующий по определенному маршруту Включающему в себя от 2 до 5 остановок В зависимости от времени отправления Время в пути от 15 до 50 минут в одну сторону Стоимость составляет 15 тысяч донг Это примерно чуть больше, чем полдоллара Вне зависимости от количества остановок Эта прогулка прекрасная возможность Посмотреть на Хошимин с воды Причем предполагаю, что после заката Виды вечернего Сайгона Должны быть особенно впечатляющими Да, пролетели Хотели прокатиться, а в результате пролетели На кораблик мы опоздали Оказывается, он ходил не в 15.00, а в 14.30 А кораблик, который в 15.10, оказывается, конкурсирует только по выходным Поэтому опять прибежали, сломя голову Но все впустую, только зря спарились Поэтому приняли общекомандное решение Кораблики в этот раз забываем С корабликом не получилось, планы меняем Направляемся в самый главный музей Вьетнама Музей, посвященный победе во Вьетнамской войне По пути обращаю внимание вот на это здание Это финансовая башня Битекская Она привлекательна тем, что на 49 этаже Расположена открытая в 2011 году Обзорная площадка Сайгон Скайдек С которой открывается панорама города на 360 градусов Эту площадку мы посещали в прошлый приезд Главным достопримечательностям Сайгона Которые мы посетили до этого Посвящено вот это видео Ссылка в описании Про музей Официальное название – музей жертв войны Входной билет стоит 40 тысяч долларов Примерно полтора доллара Пару слов о самой войне Очень часто вьетнамская война воспринимается как война между Вьетнамом и США Но это совсем не так На самом деле это была война между северным коммунистическим Вьетнамом и южным антикоммунистическим Соответственно коммунистов поддержали СССР, Китай и соц. страны Антикоммунистов – США и их союзники При этом США ввели во Вьетнам свои войска и участвовали напрямую в боевых действиях И потерпели поражение Интересна динамика смены названий музея Первоначальное название было «Дом для показа военных преступлений американского империализма и марионеточного правительства Южного Вьетнама» Позднее название изменилось на «Музей американских преступлений» В 1993 году название изменилось на «Музей военных преступлений» Текущее название отражает процесс либерализации во Вьетнаме и нормализацию отношений США Но все же экспозиция полностью отражает все, что здесь натворила антикоммунистическая коалиция Тут и тюрьма, большое количество трофейной техники, танки, пушки, самолеты Множество оружия с той и другой стороны Ну и американские солдаты удачи во всей красе В процессе войны американцы применяли химическое оружие Вследствие чего в третьем поколении вьетнамцев все еще рождаются дети с мутациями на генетическом уровне Этому посвящен целый этаж Но там я снимать не стал Сейчас за моей спиной одна из центральных площадей Хашемина Здесь находится собор Сайгонской Богоматери и главная почта А также отсюда отправляются красные туристические автобусы Красные автобусы CityTour курсируют по маршруту, охватывающему основные достопримечательности города В автобусе есть аудиогиды, в том числе на русском языке Билеты можно купить здесь же на почте Билет на один круг стоит 6 долларов На 4 часа 12 долларов На сутки 18 долларов Обзор самой почты мы делали в предыдущем видео Повторяться не буду Напомню лишь, что здание почты воздвигли французы в колониальные времена Касаемо собора Сайгонской Богоматери Мы здесь были 4 года назад Он как был на ремонте, так и остался И посетить нам его так и не удалось Друзья, далее мы посетим одно очень интересное место Нам придется углубиться в малоизученные туристами кварталы Хашемина Где-то в глубине этих кварталов На одной из неприметных улочек Находится локация Посещение которой мы сегодня планируем Найти ее непросто Поэтому под видео в описании Я оставлю геометку Олег, куда идем? Не знаю А сейчас мы держим путь В музей, который из себя представляет Подземный бункер Тайный подземный бункер с оружием Музей, честно говоря, такой нераскрученный Я сколько в интернете смотрел По-моему, там русскоговорящих туристов посетителей не было Но сейчас посмотрим, попадем ли мы вообще туда Потому что он работает по желанию хозяина Но сейчас вы все увидите или не увидите К слову сказать Сюда мы попали только со второго раза Обратите внимание на время работы музея Музей открыт с 7.30 утра до 11.30 И с 13.00 до 17.00 Суть музея заключается в том Что один из жителей Сайгона В своем доме оборудовал бункер И создал нелегальный канал По снабжению оружием коммунистического подполья В годы Вьетнамской войны Здесь многое сохранилось в оригинальном виде Оружие, личные вещи И, конечно же, сам подпольный бункер Куда любой посетитель музея может слазить И ощутить себя участником коммунистического подполья Мужики ли вы увидите Да Окей? О, так и туда она не залезла Не, почему? Не залезли Валера сам выгодил Не, 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 я не залезла Да, ну, здесь не нормально Всегда в марте Не кручил ты, миска, нормально Миш, давай я руку заходу Давай Сейчас Валера залезет, подожди Я снимаю Валеру Ты не полезешь, Оль? Не, 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 я боюсь Вот чья-то большая задница не пролезает, да? Вот подпольщики объелись Да Вот такой бункер здесь И куча оружия Можно, можно Можно потрогать, сфотографироваться Вот так, кук Кук Ага, корректируем О, вот она, беш Саму не малый О, вот она, беш М-16 А это еще времен Великой Отечественной войны Это, или это не наш, не знаю На Дегтярева похож Только у Дегтярева диск сверху ставился Вот это решетка со времен войны И тут остались отверстия от пуль Вот Посетили мы музей Военный бункер Музей Небольшой, но очень интересный Множество оружия, которое можно подержать в руках Пофотографироваться с ним Музей бесплатный Но я и в интернете читал, что Желательно служащему оставлять какие-то чаевые Мы вот оставили еще и трех человек 200 тысяч Это 8 долларов Действительно, вот для нас оно того стоит Нам очень понравилось Теперь выбираемся из трущоб Хошимина И отправляемся на улицу Мгуэн-Хью Поскольку мы на кораблике не попали То пришли на центральную улицу Хошимина Которая начинается от городского управления И заканчивается неизвестно где Нам повезло Сегодня здесь какие-то народные мероприятия Гуляния Сейчас разберемся и посмотрим Что и как День в день Северо-западная неделя Культура и туризма в Хошимине Вот притекут Отлично Вот как хорошо владеть языками Или хотя бы переводчиком Google В переводе на русский язык Это национально-этнографический праздник Здесь представлены народные промыслы Ремесла Различного рода поделки Национальные костюмы И прочее Все забыли про отрывные клендари, напоминаем Календарь Вот календарь Отрывной На каждый день Красота С напоминалками всякими В которых мы не очень разбираемся Но тем не менее Первое число Это Новый год Пожалуйста Ну а это уже 20-е По какому-то другому календарю Закрываем Познавательно Увлекательно Красочно За моей спиной Еще одна своеобразная достопримечательность Хашимина Это вот этот торговый центр Обычное жилое здание Многоквартирное Переделанное Под кафе Торговые точки Особо популярно Это здание стало после того Как их посетили в одной из своих передач Орел и Решка Многие уже там были Освещали Ну и я считаю своим долгом Куда сходить Вот это забавное здание Местная достопримечательность Пойдемте посмотрим Что там интересного Стоим пацаны Лифт здесь платный Подъем стоит 3000 донгов С человека Это примерно 12 рублей А он еще и платный А он прыгнет Да То есть приходите к нам в магазин Но за ливень заплатите Мечты еще вот туда встали Обеды из окна Здесь вот такие Вот тут магазинчик Да Магазинчик зайдем Вот в лавочку Зайди вот сюда Заходи Да-да-да Заходи Зайди О, только что это Кокосовые эти самые всякие Вот зашли в одну из лавочек Вот Примерно это выглядит так Если честно Делать здесь нечего Такая как бы раскрученная достопримечательность Не более того Дело к вечеру Культурная программа подходит к концу Пора и перекусить Кто стоим в задумчивости Пришли на улицу еды Надо что делать Есть Улица еды Это большой И популярный у туристов фудкорт Который находится Практически напротив Дворца независимости Изучим карту Расположение Едалин Кто что желает Я наверное зуба опять Выбор блюд довольно большой Здесь представлены Китайская кухня Вьетнамская Тайская Морепродукты Мясо Рыба В среднем стоимость одного блюда Составляет 100 тысяч долларов Это примерно 4 доллара Ну вроде определились Значит Дима заказал Решил вспомнить Таиланд Паттай С говядиной или с чем у тебя Дим? С говядиной Валера заказал Паттай С креветками Мы С Олей заказали Значит Я заказал У тебя Суп Вермишелевый Микс Там Мясо Креветки А у меня Красный суп А у меня красный суп С говядиной Вермишелевой Мясо Креветки Обалдеть Еще там какие-то фрикадельки Атас От наших Соли Два супа 190 Производите оплату На кассе В отделчике Выбранном И вам дают Вот такую штучку И она Должна Когда будет готовность Зазвонить Дима Она зеленым Загорится Или еще Она вот так Вот по кругу Красненький И пищит Да Красненький огонек Запищит И забегает по кругу Значит пора Брать Бежать И получать Свою еду Так Вот Оле принесли ее суп Это лапша Фрикадельки Мясо И креветки Травка Как обычно Ростки Фасоли Или риса Забуд Что там Лайм И для любителей Поострее Вот О Валера вызывают Подтай готов Валера пошел Так Что является Составляющей Моего супа Значит Это Мясо Это говядина Так Это Это Я предположу Это какая-то Что-то типа Скорее всего Либо кровь Либо может быть печень Но сейчас я не могу Определить Так Вот это Опять же Предположу Что это тофу Помидоры Зелень Тоже Пророщенные Ростки Чего-то Значит Листовой салат Какая-то Трава Лайм И Перец Чили Как правило Очень острый И какая-то Тоже Тоже Молотый чили Скорее всего Оль Как тебе Твое блюдо нравится? Ничего Но очень горячее Горячее Да Действительно горячее Но мы никуда и не спешим Ну вот Мы в Въятаме Поэтому по тайне Совсем тайский Ну как говорится Да Да Неплохой Ну у Валеры Такожи Только там еще креветки И в заключение Мы идем туда Где самая Главная Движуха В городе Туда Где гуляет Весь вечерний Саегон Это Улица Вувиен По дороге не удержались Забежали еще в одно неординарное местечко Магазин старых пропагандистских плакатов Кстати Кошек для полей Очевидно в целях борьбы с грызунами Забавно то Что этот магазинчик Находится на площадке второго этажа Жилой многоэтажки Многоквартирном доме Типа нашей хрущевки Мы идем гулять на самую веселую улицу Саегона Улицу Бувиен Так получилось Что кратчайший для нас путь до Бувиен Пролегал не по широким проспектам и улицам А через какие-то задворки-закоулки С множеством каких-то кафе Массажных салонов и мутных заведений Но в целом По отзывам в Хашимини безопасно Если уж совсем не лезть туда Куда не надо Поясню, что из себя представляет Бувиен Это пешеходная улица С множеством недорогих отелей, баров и клубов Если сравнивать с Таилендом В частности с Паттайой Это лайт-версия тамошней Волкин-стрит Жизнь тут начинается с наступлением темноты Когда на всю мощь врубаются неоновые подсветки Включаются мониторы Разношерстные заведения просыпаются А на улицу высыпают толпы зазывал Из сотен динамиков и колонок Начинает греметь музыка Сливаясь в оглушительную какофонию Дальше без комментариев Смотрите продолжение в следующей Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот как-то так Я лично за семейные ценности Но что-то в этом есть Ну вот и все Отпуск закончился Через несколько часов у нас самолет Идем в отель собираться Кажется, прощай Вьетнам, прощай Хо Ши Мин А может до скорых встреч Как получится, как жизнь сложится Смотрите наши следующие видео Подписывайтесь на канал Заранее вам спасибо